Барышня к нам приехала из Запорожья. Проблемы с тазобедренными суставами, причем обеими. Что с суставами тазобедренными? Нуждаемся в операции. Поскольку уже суставы шаровидную форму, имеют Т-образную форму, есть органические изменения и в самой кости, и в хряще. Но беспокоит боли, дискомфорт, который связан с слабостью мышц бедра, болит поясница и болят ноги спереди. Передняя поверхность бедра. И латеральная, таз в целом. Почему болит таз и поясница? Поясница сейчас компенсирует движение тазобедренных суставов. По сути, сейчас основные бытовые и динамические нагрузки ложатся на поясницу, поэтому она больше всего и страдает. Даже спустя несколько сеансов у нас, слава богу, есть положительные изменения. Вы сегодня даже немножко походили. Да, она попрошлась. По лестнице я заметила, что я на лестнице, ноги стали мне подниматься в коленки. Сгибаются. Сгибаются лучше, да. Отлично. Сегодня мы поработаем с ногами. Итак, чередуя поясница, ноги. Основная задача – снять напряжение в поясничном отделе и по передней поверхности бедра. Для того, чтобы улучшить объем движений суммарно и немножечко выпрямить таз и корпус. Чтобы спина, поясница назад не оттопыривалась. Ну, в принципе, снять нагрузку, улучшить активность – вот это основная цель. Ну, как бы это печально ни звучало, все-таки операция неизбежна со временем. Но в любом случае мышцы подготовить нужно, дабы избежать последствий и оттянуть саму операцию. Зимой я делала рентген. Мне сказали, вот этот сустав левый, говорит, он у вас болит? Я говорю, нет, не болит. А он говорит, он должен болеть. А этот вот у меня болела просто вся нога. Мне сказали, что это у вас невралгия больше. И я вот не могла, вот вся нога болеть. Тут же ягодицы, вот это таз и все. И вот это вот уже практически почти год. Я с этой ногой вот мучаюсь. Ну, мало того, что с одной ногой, так и две ноги же у меня мышцы еще болят. И еще полинейропатии мне поставили. Это после таксоплазмоза. Дало как бы вот эта нейроинфекция. Мне сказали, оно дало мне на вот эту полинейропатию, что у меня ноги вообще не поднял, не сдувало. Меня ноги не держали, сила в ногах вообще не было. Сейчас практически силы есть. Врача была неврологом, говорит, я не вижу сейчас на данный момент полинейропатии. А варианты лечения? Как лечили у вас? Лечение было капельницы, гормоны. Гормоны преднизолон, немного преднизолон только. И в основном вот эти все капельницы, которые направлены на нервную систему полинейропатии. Я легла осенью, в сентябре прошлого года. У меня еще ноги раздвигались еще. Еще я ходила. Ну да, у меня ноги, но у меня силы просто не было в ногах. Но у меня движение вот в суставах было. А вот после больницы, началось вот это вот, после третьего раза, как я полежала в больнице, вот это у меня началось с этой ноги. Сейчас он поймет, в чем дело. Да? Ну, если что, посмотришь на объем движения. Можешь даже чуть-чуть посгибать ноги. Ну, посмотришь. То, что вот так свободно сидит, если положить на спину, то бедро практически невозможно согнуть. А как случилось так, что после больницы получилось? Я не знаю. Ну, препараты, реакция на препараты. Я раз ничего особо не это самое. Все время я там лежала, у меня там еще и ЛКК было, все делала. И вот я домой пришла, даже уже еще там, я уже почувствовала, у меня начало болеть, вот здесь ягодица, начала болеть нога. И я же врачу говорю, может проконцертироваться с этим, с травматологом. Вот он сделал размен, говорит, здесь ничего, у вас такого страшного нет с этой ногой. Вот вы где лежите в неврологии, вот там и лечите. Это у вас неврологическая проблема. Смотрим, как разводятся ноги. Это максимум, что можем развести по ногам. Но это уже хорошо. Это уже хорошо. Смотрите. Я уже балерина. Вот, по ключичкам раз и по ключичкам два. При том, что в первый день вот так максимум. Смотрим. Вот, это работа с латеральной поверхностью бедра. И я говорю, дальше если мы прогрессируем по объему движений, будем подключать приводящий тракт. Потихонечку подождите. Вот видите, сгибает ногу, поднимается противоположная. Это в ритм уже отклинивание. Ничего. Тихо. Тихо. Есть. Теперь ложим на меня. Все. Это лежит. Ложим на меня. Все. Это максимум. Дальше. Что я делаю? Я подкладываю свое коленка под коленка пациентки. Расслабляем еще ножку. Все. Это максимум, что я могу отвести ногу в сторону. Больше не могу. Обдавливаю приводящие мышцы. Обдавливаю в паху. Печет? Ага. Печет. Ну, с ними еще рановато работать. Надо еще широко латерально. Ну, чтобы чуть-чуть отвести в сторону. Ставим на пяточку аккуратно. Есть. Все. Успокаиваемся. Нужно время для того, чтобы выровнять положение. Рассладываю ножку. Рассладываю. Дальше. Вот я сгибаю. Это максимум, что я могу согнуть в бедре. Голень разогнуть мы можем. Расслабьте ногу. А вот движение в бедре. Все. 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 Мы в этом диапазоне и работаем. Так это уже хорошо. Смотрите. Расслабьте ногу. Не поднимайте. Это уже у меня есть запас движения. Первый день. Вот. Вот такой диапазон движения. Еще. Хорошо. Ничего. Есть. И вот так. Пассивные сгибания в конечностях. Самого простого. Без нагрузки на суставы. Можно чуть-чуть подтянутки. Больно? Нет. Подтягиваю на себя. Декомпрессия. Вот. Вытягиваем тазобедренный сустав. Потихонечку. Да. И дальше объем. Раз. Два. Еще чуть-чуть. Три. И еще. Четыре. Хорошо. Поставим. Сухожильная часть. Где тут мышцы? Нема. Она говорит, как же нет у меня мышц. Они просто маленькие, тонкие и все. И слабые. Это сухожильная часть. Это сухожильная часть. Это сухожильная часть. Особенно вот его перемычка. Ой, да. Сухожильная часть. Ой. 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 И аж до коленочки. Сухожильная часть. Ну, там и ниже у меня болит. Тут вот переломы. Вот эта часть, да? Да. Да. Ну, как я на тебе рисовал. Все, все вот точь-в-точь. Обычно меня стреляло, когда я постою где-то минуту, у меня вот этот прострел идет вот по боковой и до колена. А боли по нижней части бывают, вот, ну, туда не достреливает, а просто вот болит. Угу. Тогда хожу. Ой. Поехали на латеральную. Угу. Ну, вот вы используете для ходьбы сейчас скандинавские палки, да? Покажи припаркованные в углу. Да, вот такие палки для скандинавской ходьбы. Это очень правильно. Почему? Потому что вес распределяется равномерно. Они достаточно высокие и можно ходить прямым корпусом. Это лучше, чем ходить с тростью или ходунками. Ну, да, мы, наверное, все как-то на окно. Да. И ты же видишь, на кушке там, да, компенсирует. Да. А там как-то звучит. Угу. Ну, там не видно. Да, да, да. Это кто вам подсказал? Это никто, это я в YouTube увидела тоже. Лежала все, изучала. А это мне еще подруга, она начала заниматься скандинавской ходьбой. У меня же такое было. И я поняла, думаю, стоп, мне же тоже с палкой очень удобно. Я с одной тростью ходила. Все, абсолютно. Ходили без палок, уже поясницы бы не было вообще. Да вы что. Да. А потом вот начала занимая, как бы пошла на занятия скандинавской, но у меня не получалось, мне было очень тяжело. Угу. Но я их использовала, именно я когда хожу, я тогда чувствую, что я ровная, потому что я когда с одной тростью ходила, меня перекашивало. Вот. На одну сторону. Об этом я и говорю. Да. А вот когда со скандинавскими, оно ровненькое, спина ровно. Об этом я и говорю. Все, кто вот увидит, что это вы занимаетесь, я говорю, это чтобы ровно ходить. Кто-то с тростью ходит же, что пешит, а самое удобно. Подсказывает. Да, да. Говорю, вы знаете, это удобно для спины, хорошо. Ну кто понимает, кто... Ой, 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 ой. Ну и коленка, и боли. Голень вот туда, куда-то боль ныряет, непонятно куда. Больше берцовой кости. Чуть-чуть ниже коленки. Может сюда подтягивать, да? Ой, да. Вы прямо как этот, ясновидящий, все видит. Что куда ныряет. Ой. Чтобы быть ясновидящим, нужно работать с утра и до ночи, каждый день. Ну да. Потом открывается третий глаз, когда два не видят уже. Вот вы увидели принцип работы с коксоартрозом в четвертой стадии, где сохранены минимальные движения в суставах. Даже если возможно работать в минимальном диапазоне движений, работаем. Работаем, чтобы снять боль, чтобы облегчить состояние, поскольку медикаменты это не выход. Колоть что-то в суставы это не выход. Это только усугубит и ускорит время для операции. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчики. Всех обнял. Продолжение следует...